МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Итоги мусорной реформы и проблемы с вывозом ТКО в Думе прошло заседание Комитета по городскому хозяйству. 1 апреля начинается прием в первые классы. Что изменилось в этом году? Капель в квартире. Нам говорят, ставьте тазики. Жители дома номер 17 по улице Шевченко обратились в рубрику «Городской дозор». Далее расскажем обо всем подробно. Более двух лет в России действует новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами, сбором и вывозом ТКО в нашем городе занимается региональный оператор МСКНТ. Однако к его работе есть много претензий и у горожан, и у управляющих компаний. Подробные вопросы обращения с мусором депутаты рассмотрели на заседании Комитета по городскому хозяйству. «Пока у нас регионального оператора не было в городе Сарова, то и проблем никаких не было». Переполненные бункеры для ТКО, свалки мусоров Балыкова, провал инициативы с раздельным забором мусора. Вот уже больше двух лет, как по всей стране, действует новая схема обращения с ТКО. И так называемая мусорная реформа, по крайней мере, в нашем городе не принесла с собой ничего, кроме поднятия тарифов и недовольства жителей качеством оказания услуг. Перечислять проблемы, которые возникли с приходом регионального оператора по вывозу мусора можно долго. Вот на площадке лет, да, снова все мусоровозы, которые они вводят мусор, они все текут, правильно? И вот, значит, сразу же все жители обращаются к продающим компаниям, что они такие плохие, что они не могут организовать. А что касается бункеров по твердому отходу, ну это вообще просто, ну, конец, все эти мусорные реформы. Часто эти бункеры переполнены, вокруг них грязь, вывозятся они не систематически. Однако, как отметили представители регионального оператора, заполнить их могут за одни сутки. Например, организации, которые занимаются вывозом строительного мусора, не хотят заключить договор на вывоз ТКО. Поэтому ночью сгружают отходы в бункеры во дворах. Вывозят эти контейнеры по заявкам управляющих компаний, которые должны отслеживать их наполнение. Не решается в городе вопрос с раздельным сбором мусора. Что касается вывоза этого мусора из многоквартирных домов, то такое решение должны принимать собственники на общем собрании. Приняв решение о раздельном сборе, каждый дом должен самостоятельно обустроить контейнерную площадку. Здесь возникают сложности в силу имеющейся застройки, где практически невозможно оборудовать такие площадки. В зоне ИЖС решение о таком переходе принимает администрация. Специалисты муниципалитета считают, что это приведет к увеличению затрат домовладений и не торопится переходить на новую схему. В тестовом режиме муниципалитет опробовал раздельный сбор в городских общежитиях, но возникли противоречия в рамках различного трактования порядка вывоза мусора. По оценке регионального оператора контейнеры, которые предназначены для раздельного сбора мусора, он должен вывозить по его оценке ежедневно. При этом мы в результате мониторинга понимали, что такой необходимости нет. Министерство экологии региона поддержало позицию администрации, но пока проблема не урегулирована. Вообще вопросов к региональному оператору было больше, чем ответов. Пока депутаты решили создать рабочую группу, в которую помимо народных избранников могут войти представители общественных организаций и управляющих компанией. Проработать эту тему и встретиться со специалистами МСК НТ уже в очном формате. 1 апреля по всей стране стартует прием заявлений от родителей будущих первоклассников. Подать документы можно в школе или в МФЦ. Подробнее о том, как будет проходить прием в первые классы в Сарове и кто имеет первоочередное право поступления, расскажем в следующем репортаже. Из-за нововведений в законодательстве в этом году изменились сроки приема в первые классы. Теперь подать заявление можно с 1 апреля до 30 июня. Это касается детей, которые прописаны на закрепленной за конкретной школой территории. Приказ о зачислении сдадут в течение трех дней после окончания приема всех заявлений. То есть только 3 июля родители будут знать, что их ребенка зачислили в школу. 6 июля родители имеют право подать на свободные места в те образовательные организации, которые они выберут. В этом году достаточно большой объем первоклассников мы ожидаем. Мы ожидаем порядка 950 человек. В законе предусмотрен широкий спектр лиц, у которых есть льготы при зачислении в первые классы. Все они перечислены на сайте департамента образования. Также с 1 апреля подавать заявление имеют право родители детей, чьи старшие братья и сестры уже учатся в выбранной школе. В этом году очень важный аспект, который только второй год действует, это что братья и сестры, независимо от прописки, проживающие на одной территории и находящиеся в одной семье, зачисляются в данную образовательную организацию по преимущественному праву. Подавать документы родители смогут в порядке живой очереди, как в школе, так и в МФЦ. О возможности заполнения заявления через сайт госуслуг департамента образования известит родителей дополнительно. Что касается наборов знаковой школы, то в центре образования будет 5 классов, в 17-й школе 2 класса. 11-я школа, у которой значительное количество детей, более 150 человек, пока открывают 4 класса. То, что касается 11-й школы, мы будем принимать решения в процессе приемной кампании, будем понимать, сколько детей пришло в 11-й школу, если будет такая необходимость, мы будем увеличивать количество классов именно по данным закрепленной территории. Не надо стремиться отдавать ребенка в так называемые знаковые школы, а стараться понять, что нужно вашему будущему первокласснику. Иногда у 6-7-летних детей снижен темп деятельности, несформированная эмоционально-волевая сфера. Если его отправить в учебное заведение с высокими требованиями, туда, где ребенку некомфортно, у него упадет самооценка и мотивация к обучению. И дальше будет гораздо тяжелее. Порядок покупки и продажи автомобилей с пробегом в России изменится с 1 мая. Россияне смогут заключать и расторгать договоры купли-продажи машин на сайте госуслуг. Провести сделку таким способом смогут только физические лица. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровский драматический театр получил главную награду фестиваля «Премьера сезона». Свои постановки представили профессиональные театральные коллективы Нижегородской области, студенты выпускного курса театрального училища имени Встигнеева. Всего 13 спектаклей. Самый последний член жюри увидели постановку Саровского драматического театра «Семья Конвей» и режиссера Светлана Аникиной. В итоге нашему спектаклю шла одна из высших наград фестиваля. Также дипломами творческой удачи и премиями наградили артисток Владимиру Петрик за исполнение роли Кей и Алины Пархачева за дебют в роли Кэрол. В Саров за экологию более двух тонн макулатуры собрали ученики Центра образования во время очередной акции в преддверии Дня Земли. Такой экологический марафон проводится в школе впервые, но в планах организаторов сделать его регулярным. Подобные акции периодически устраивают и в других школах города. Также контейнер для сбора макулатуры на постоянной основе находится в фойе Молодежного центра. Лыжница Анастасия Седова, выступающая под фамилией мужа Кулешова, восстановилась после травмы и намерена выступить на чемпионате России в Тюмени. Об этом та сообщила тренера-мать спортсменки Елена Седова. Настя собирается на чемпионат России. Она только что пробежала нижегородский лыжный марафон, где заняла первое место. Ранее она также держала победу на местных и ведомственных соревнованиях. Со здоровьем все в порядке, отметила Елена Седова. У спортсменки в замновейшей тренировке после родов в начале года обострилась старая травма ноги. Ей была сделана операция. Ночь, магазин и сигнализация. Средства охраны и прибывший наряд полиции помешали взломщику причинить больше ущерб. Личность преступника установили по камерам видеонаблюдения. Молодой человек 19 лет украл товар на 2000 рублей. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. С мелких краж перешел на крупное и снова попал в поле зрения полиции. Молодой человек с начала этого года три раза выносил из магазина продукты мимо кассы. Сначала украл на 1200 рублей, потом на 1500. Воровал в основном кофе и шоколад. И последнее хищение установлено было 3 марта из магазина продовольствующих товаров на Куйбышево. То есть это там же, где совершена, в принципе, и первая кража. Был похищен товар на сумму около 3500 рублей. Здесь тоже такой смешной товар. Это 10 коробок конфет. Но встал на путь воровства молодой человек гораздо раньше. Уносить продукты с полок магазинов он начал в декабре. Но тогда суммы похищенного были менее тысячи рублей и не дотягивали до уголовной ответственности. Пока одни нарушают закон, другие проявляют удивительные примеры бдительности и неравнодушия. Так, чтобы пресечь кражу денег, Саровчанин вызвал полицию к банкомату на улице Московской. Он заметил, что пенсионерка переводит кому-то крупную сумму наличных. Подъехали сотрудники полиции. Начали также расспрашивать ее, для чего она это делает, куда переводит. Можно сказать, что они немного опоздали, потому что она уже перевела денежные средства в сумме 70 тысяч рублей. Потом ее остановили. Она уже объяснила, что произошло. Только после разговоров она поняла, что это мошенничество. Схема обмана все та же. Позвонили якобы из службы безопасности банка. Сказали, что кто-то пытается похитить деньги с карты. Поэтому средства нужно перевести на резервный счет. 70-летняя Саровчанка поверила аферистам, отправилась к банкомату и, не обращая внимания на предостережение стоявшего в очереди мужчины, перевела деньги. Тазики на полу и подоконниках давно стали для жителей дома номер 17 по улице Шевченко привычным атрибутом начала весны. Талая вода просачивается сквозь ветхую кровлю и стекает по потолку и стенам. Сотрудники управляющей компании латают дыры, как только позволяют погодные условия. Но локального ремонта хватает ненадолго. Тазики, тряпки, капли с потолка. Для жителей дома номер 17 по улице Шевченко эти предметы давно стали первой приметы весны. В этом году потолки протекли даже на предпоследнем этаже. Мы обратились в ЖЭК 2-го числа, 2-го марта. Никаких никаких сдвигов не было. Нам говорят, ставьте тазики, ставьте тазики. Какие тазики, говорим? У нас на розетке все течет, на розетке замыкание будет. Нам что делать-то? Ничего не знаем. Найти место протечки и залатать его коммунальщики смогут только при хорошей погоде. Но проблема гораздо серьезнее. Все дело в ветхой кровле, которую капитально ремонтировали более 20 лет назад. Поэтому она постоянно протекает. Потеки видны не только в квартирах, но и на недавно покрашенных стенах подъездов. Ни разу не было никакого ремонта, кроме косметического. А что толку делать косметический ремонт в фасадах или чего? Если у нас крыша постоянно, каждый год течет. Посмотрите вот, пожалуйста, на фасад. Тут грибок завелся у подъезда. Там все мокрое, вон все углы. Квартиры, тазики стоят. Жильцы постоянно звонят в управляющую компанию с жалобами на протекающую крышу. Как пояснил главный инженер центра ЖКХ, сотрудники регулярно ремонтируют кровлю. Но заделав брешь в одном месте, через некоторое время они вновь возвращаются на эту крышу, чтобы латать в другом месте. Невозможно после выполненных работ по текущему ремонту, по предыдущим протечкам, гарантировать, что на будущий год это не потечет опять, если рядом материал, который уже свой срок отработал в два и более раза. 17-й дом по улице Шевченко построен 62 года назад. Последний раз капитальный ремонт крыши делали в 98-м году. Следующая реконструкция кровли запланирована на 2043 год. Еще 20 лет с протекающей крыши жильцы не выдержат. Поэтому они хотят обратиться в фонд капитального ремонта, чтобы перенести сроки. С точки зрения материальной выгоды и сокращения времени сбора всех документов, инициировать этот вопрос, наверное, удобнее все-таки органам местного самоуправления. По словам Константина Зайцева, это позволит сэкономить на оплате экспертного заключения. Также жители дома имеют право на возмещение убытков при протечке крыши, если от этого пострадала собственность владельцев. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию. В Саровский экстрим на лыжной базе прошли соревнования среди воспитанников школы Олимпийского резерва «Атом». Юным спортсменам предстояло покорить экстремальную трассу с крутыми подъемами, скоростными спусками и неожиданными препятствиями. Подробности далее. Последние аккорды лыжного сезона. В первый день каникул на лыжной базе прошли соревнования «Саровский экстрим». Для юных воспитанников подготовили необычную трассу со слаломными участками и небольшими трамплинами. Этот сезон был очень удачный, так как он порадовал нас снежной погодой, в отличие от прошлого года. Данные соревнования, но это больше как-то для души, потому что мы обычно не проезжаем такой вид трассы. Мы именно бегаем. Старшая группа проходила два круга, а ребята от 7 до 9 лет преодолевали один. Аня Сабитова решила провести свой день рождения на соревновании. Ей исполнилось 8, и она не сомневается в том, что победит. Надеюсь выступить хорошо и занять хотя бы второе место. Нет, это мои не первые, до этого у меня еще были соревнования на лыжах. Я занимала второе, третье и четвертое место. «Саровский экстрим» поможет юным спортсменам проверить, как они владеют лыжами, преодолевают сложные спуски и повороты. Многие пришли сюда сегодня не ради борьбы за победу, а для того, чтобы насладиться одними из последних зимних соревнований. «Небольшое соревнование, игра, то есть развлечения, потому что сезон уже подходит к концу, основные соревнования уже проведены. У нас в принципе остались еще только первенство спортивной школы, классическая гонка и закрытие сезона. То есть основные старты уже прошли». Особое значение в любых соревнованиях имеет зрительская поддержка, а потому лыжников пришли поддержать их родные и близкие. За соревнованиями пришли понаблюдать и люди, которые живут спортом. «Мне очень приятно смотреть на то, как подрастают спортсмены, как они становятся мастерами, как успешно выступают в разных соревнованиях разного уровня. То есть я очень доволен, что растет смена вот нам, ветеранам». Всего в соревновании приняло участие около 60 человек. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры сделал DimaTorzok